всем привет с вами снова виктор балет сегодняшняя тема 7 секретов счастья человека но вот эти все секреты так называемые да то есть это не что иное как просто знание который каждый из вас может быть уже знает но как-то у нас в жизни устроена вот много чего знаем но не делаем не применяем в этом наша жизнь многое что не применяем то что знаю знания они одни только не помогает а нужно обязательно применять их в повседневной жизни значит 7 секретов или 7 советов как стать вообще счастливым человеком или свободным самый такой основной секрет это секрет свободы может быть почему каждый человек из нас хочет быть свободным секрет до секрет можно сказать потому что если вы посмотрите на 7 или 8 миллиардов людей сколько живет на земле у нас скоро да то из них по-настоящему свободными но является один процент даже может быть гораздо меньше то есть вы посмотрите свое окружение кто из вас является так действительно свободным человеком который может посмотреть на часы и сказать вот 24 часа в сутки для сам планирую время назначаю встречи если это мне надо назначались ли не надо не назначаю если например я где-то что-то приболел могу отдохнуть погода прекрасная могу пойти погулять или там с детьми или семьей или еще что-то отпуск могу выбрать когда мне нравится где мне нравится и вот во всех отношениях вот такая вот свободы да то есть сегодня она у многих людей они ограничены и поэтому мы самого раннего детства нас пытаются запихнуть в какие-то системы да вот как у нас союзе где был маленький да когда еще не успел вырасти еще ничего не соображал меня в садик направили в садике побыл как говорится немного пару лет в школу меня отправили потом учеба распределение работы и ты везде зависишь от всех людей до других то есть или точно говорят сколько чего как ты сам ничего не можешь планировать этот секрет свободы чтобы стать свободным человеком жизни первое это самое главное нужно париться о том что думает о тебе окружающие то есть не нужно постоянно себе ломать голову о том что подумают другие то есть лишь ты что-то задумал и хочешь делать это правильно на прежде всего конечно все что ты делаешь должно быть правильно ты хочешь стать свободными что касается профессионально ты находишь свое дело и начинаешь им потихонечку заниматься и если у тебя все нормально хорошо получается ты со временем становишься свободны если ты все правильно или например во всех отношениях если ты хочешь освободиться например от медикаментов ты начинаешь заниматься восстановлением здоровья и со временем ты освобождаешься от медикаментов или например от какой-то зависимости хочешь стать свободным то есть например любишь скажем сладкое со временем ты начинаешь заменять его потихонечку другими продуктами и отказываешься освобождение происходит такое есть морально из духовно есть физическая то есть различные формы освобождения но при этом тебе не нужно думать что там другие подумают как что где вот я например расскажу про себя как у меня это начиналось садике это было конечно как у меня как тюрьма на там я ничего не мог делать вот когда я пошел в школу уже но я не виду садик тоже конечно много чего хорошего но как тюрьма в плане того что утром тебя закрыли потом выпустили все пошел домой а вот когда в школу пошли да то есть уровень свободы немножко повыше стал я вот например учился в школе нормально хорошо учился пятерки-четверки до старался всегда вот иногда в какое-то прекрасное утро на я чувствовал что что-то меня в школу вообще не тянет не тянет мне такой потребности там ты меня сегодня что-то делать хотелось в этот день чем-то другим заниматься я тогда забрал ранец школьную колеца сумку до вложил в сарай куда-нибудь на сам в это время уходил например в горы у нас такие отвалы были горы там у меня свой домик такой сделаны с камнями да там крыша там такая все перекрытие для собой брал уже заранее вечером картошечку например колбаску еще что-то булочки никогда я приходил в этот домик свой в горы туда я там разводил костерчик дрова у меня там уже в запасе были и жарил себе колбасу картошечку потом жарим с булочками все это ел смотрел на город сверху так очень красиво было наш городом придумал вот сейчас мои там одноклассники в школе сидят парятся на там чего-то изучает а я вот здесь на свободе на такой отвал и до горы там такой горизонт да все остыть свободе это очень прекрасное чувство вот такое чувство свободы я начал уже с детства вырабатывать себе потом дальше больше я дал начал присматриваться окей что касается профессии здесь на свободным не станешь да то есть надо где-то что-то как-то искать свое дело какое-то у меня отец постоянно дома на у нас были нутри кролики то все 5 10 у нас были клиенты до люди к нам приходили покупали овощи и фрукты мясо там ну то есть советском союзе так было как подпольное производство да я это все видел и он получал вот дома в домашнем хозяйстве там пять раз в десять раз больше зарплаты чем на производстве поработать это дежурным каким-то слесарем раз три дня ходил на работу для галочки да там они домино играли чай пили там толком не работали на шахте там все это без них функционировало оборудование такое железное в советском сети ну и вот он дома все это делал клетки варил там это сварка была все я так все это присматривался мне это очень-очень здорово нравилось это свободно то что он тоже все три дня был свободный потом ему нужно было идти на производство отдать так сказать коммунистической партии советского союза отработать эти восемь часов чтобы на три дня опять стать свободным вот у него тоже была такая ограниченная свобода а вот этот секрет свободы он совсем даже не думал о том что думают партнему соседей вот у него было какое-то дело он с детства все это вернул с детства как он начал дом построил там 20 лет и сколько и потом хозяйство все-все развивал а я как ребенок все это мы мы жили очень прекрасно в достатке всегда вопрос денег у нас никогда не существует и так секрет свободы это не париться о том что о тебе думают окружающие в следующем секрете я расскажу вам секрет реальности то есть секрет реальности это очень интересная штука но это уже в следующем ролике и так смотрите мои ролики записывайтесь если будут какие-то вопросы напишите или позвоните можно пускай попереговорить жильем пока пока сам не тормали и так следующий ролик секрет реальность а